Для пользователей дронов Outel у меня вопрос. Планирую поднять свой дрон на высоту более 2 километров, чтобы переплюнуть свой прошлый неудачный рекорд. Так вот вопрос. Делаем быстренько на равнинке или немножко ждем, чтобы проделать этот тест в больших красивых горах? Привет, друзья! Вы снова на канале Русского Сумасшедшего Пилота. И сегодня со своим дроновым парком мы продолжаем путешествие по солнечной Хакасии. А сейчас мы едем на гору Куня, правильно? Правильно. Ты нам уже рассказывала, чем она примечательна? Гора Куня находится там в начале Красноярского моря, где русло Эльнисера, с нее такой вид классный получается, там русло на несколько, вернее, Эльнисей разделяется на несколько русел, вид на гору Типсей, просто шикарные виды. Еще она примечательна тем, что там древняя крепость на ней была, от кого-то они там спасались на этих сооружениях. Мажор. Мы едем на гору Куня, историческая справка только что была, меня везут, я еду, давайте дальше, я довольна. Погнали! Погнали! Пока мы любовались Тувинским провалом, и пока мы добирались до горы Куня, по дороге, конечно же, времени прошло много, и мы проголодались, но поскольку в Пригорске ничего не обнаружилось, где можно перекусить, поэтому доскочили до Черногорска, и здесь зашли в кафе Прожарка. И сейчас мы там прожаримся. Вы уже вопаете, да? Нет. Мы с этим голодные, особенно я. Голодные? Голодные, холодные, не выспавшиеся, упавшие при резком торможении. Из-за своей неловкости. А я соскучился по мясу и заказал себе стейк из говядины. И сейчас посмотрим, насколько он хороший. Прожарка про стейк. А я чуть не сказал, какой прожарки. Посмотрим. Меня не спасили. Марина заказала. Нет, не серьезный. Да. Это просто один ролл. Сколько расхода, один ролл, это один ролл, и целый ролл лишь есть. Для рассказки вначале мне принесли горячий салат с курицей, а Марине горячий салат с креветкой. Ладно. Это такое кошка, да? Простите, а когда можно есть? Блогеры набежали. Я не знаю, что делать. Один наглый блогер захватил все блюда и фото этого. Возьи сюда. Возьи свой фото свой. Тоже соус есть. И вот есть картошка печеная и... Печеная? Нет, печеная. А, печеная? И этот сам перец тоже такой обжаренный. Простите, я хотела сразу попробовать. Я чувствую, мне его не достать. Знаешь, кстати, он, по-моему, немного кровав. А мы такое и любим. С кровью. Это не стейк, это американский бургер. Вот так вот выбранная совершенно случайным образом кафешка оказалась чертовски неплохой. Но по трассе, конечно же, мы не свернули бы случайно туда. Хотя, в итоге, очень хорошо пообедали. Наконец-то все наелись. Южа, ты чего? Да? Да, и остались довольны. Едем на Куню уже. Все, тут осталось-то километров 40. Меньше. Заезд на Куню у нас проходит прямо через Пригорск. То есть, с основной трассы мы уходим направо, если едем со стороны Абакана. И налево, если едем со стороны Красноярска. Короче, может быть, это уже сильно высоко? Это уже, как бы все, мы заехали на Куню. Если что-то на Калитин. Может быть, больше не поедем? Ну, ты что, смотри, ты ехать слышишь? Ну, да, я сейчас не могу здесь остановиться. По словам туристов, бывавших на Куне, подъем на эту гору занимает до двух часов у некоторых. Ну, мы что-то ехали-ехали. И в конечном итоге все мои попутчики начали кричать давай остановимся, потому что мы уже заехали на самый верх. Ну, практически так и получилось. Заехали почти на самый верх. Можно было бы ехать до вершины. Но смысла в этом не было. Мы же приехали гулять. Посмотрите, какая красота вообще. То, что вы сейчас видите сзади, за моей спиной, это Енисей, верховье Енисея, можно так сказать. Здесь начинается основное водохранилище красноярское. Дальше оно туда расширяется, становится больше. Раньше, когда уровень воды на Енисеи, то есть водохранилище был выше, а он был выше существенно, там 15 метров где-то и даже больше, то все это было одной водной гладью. А теперь вот все обмелело и превратилось в такие разливные, наливные берега, луга. Короче, Куня сегодня удивила своим поведением. Когда мы только приехали, солнце ушло, свет пропал, затянуло все мрачными тучами. И вот только перед закатом ненадолго вышло солнце и дало возможность сделать эти замечательные кадры. Далее. Далее. Субтитры сделал DimaTorzok После Кунини стали рубиться до Красноярска, остановились на парапланерной базе под Шебякиной Евгении. Находится она возле поселка Сарагаш, напротив кафе Интеллигент. С трассы ее практически не видно, но тем не менее место хорошее, удобное. И многие парапланеристы и дельтапланеристы останавливаются именно здесь, потому что все условия для этого здесь имеются. Ну и самый основной момент это то, что она находится у подножия горы Лиственной. И прямо сюда можно приземляться после полетов. А сегодня погода не балует. Мы проснулись, что-то как-то зятко дурит. Как вам спалось? Нормально. Вот такое вот апартаменты у нас тут чудесные. Доброе утро. Недоброе. Недоброе? Почему оно недоброе? Утро. Утро уютро. Утро уютро. А здесь есть как бы вот живописные работы автора Евгения Подшибякина. Вот непосредственно Подшибякина. Да, мы их как раз разглядывали сейчас. Ранняя живопись. Ну и всякие тут малыши, скрипыши спят. Малышники спят. Короче, вот так вот в спартанских условиях можно переночевать. И на самом деле очень уютно, очень комфортно. Доброе утро. Доброе утро. Ты проснулся? Как тебе спалось? О, телефон. А расскажешь, какие ты увидел недочеты в этой картине, вот которая наверху? Нормальная картина. Нормальная картина. По-моему, тоже очень красивая. И снова мы на барсуте избе. Но сейчас уже море чистое, нет льда, нет снега, нет грязи. Солнце, воздух и вода. Ну и людей как бы поприбавилось в этом месте. В конечном итоге, как я и говорил раньше, традиционно, любимое место рыбаков. И они здесь есть. Берег тут пологий и каменистый, нет грязи и местами можно найти настоящие петрогрифы. Глубина тоже нарастает постепенно, поэтому можно купаться у берега, совершенно не переживая за то, что ты резко куда-то провалишься и утонешь. Но это только здесь. Вот детишечки сейчас и продемонстрируют свои способности. Чувак, куда поплывете? Далеко. На такой маленькой лодке вам вдвоем будет не тесновато ли? Нет. Годочка достаточно чистая относительно уже. Не в ту сторону гойдет. Ай-яй-яй. Бывайте! Ай-яй, Андрей! Это единственная фраза напутствия, которую я знаю. А ты не хочешь купаться? Ну, как говорится, хорошего помаленьку. И сейчас мы едем на парапланерный северо-восточный старт на горе Лиственное. В Хакасии накопали вот такие огромные рвы прямо посреди поля. Вернее, посреди степи. Кто знает, для чего они, черканите в комментах. Каких-то 15 минут, и мы на вершине горы Лиственное северо-восточного старта. Отсюда открывается офигительный вид на Старогадский залив, на Красноярское море. И, собственно говоря, видно трассу и посадку возле парапланерной базы Евгения Подшебякина. Направление ветра для старта сегодня идеальное. Но ветерок слегка передозит, потому что дует где-то 7-8 в порывах до 10-12. И жутко холодно, блин. Ну, раз так дует хотя бы дрон, пускай полетает, чтобы вы увидели, насколько это красивое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА